Всем огромный привет! Вчера везли Варюшку в школу, сегодня, но сегодня Варю не в школу, помните, Варю пригласили, ну, одноклассник пригласил на день рождения, вообще она планировала поехать сама, это, конечно, остановка, до которой она самостоятельно никогда не ездила, но я ей показала чисто на Дубльгисе, наверное, в других городах вы будете знать это как Двагис, мы это недавно обсуждали, кстати, с Денисом, да, что в Новосибирске это Дубльгис, а в других городах Двагис, ну, мне привычно Дубльгис, в общем, не суть. В этом приложении я показала, куда доехать, как дойти, она это все поняла, то есть, как бы, сложности в этом мне не составило, но нам все равно по делам в Леруа Мерлен, думаю, ну, и закинем Варю по пути. Зашли сейчас в магазинчик, купили открыточку и туда денежки положили, Варя выбрала вот такую с копибарой, жизни без запар, как в копибар, прикольная, Денис, открытка? Так что держи, Варюня. Вот, ну, веселенькая такая, сейчас дети копибар очень любят, поэтому, мне кажется, почему бы и да. Что-то я не знала, что здесь есть такие выдвижные светильники с включенным светом. Ну да, разные. А у нас вот такие были, только побольше, да? Угу. Вообще, расскажите нам, кто покупал керамогранит, конкретно в Леруа Мерлен. Как он вам вообще? Или стоит все-таки искать в других магазинах? Вот, белая, матовая, максимально простая. Да, Мерлен, это магазин общий, где все... Ну, мы здесь даже плитку керамомарацци нашли. Здесь все производители просто в магазинах, ты вот к керамомарацци приедешь, там только керамомарацци. И, кстати, в своих магазинах дороже. Я смотрю, здесь керамомарацци дешевле, чем у них же самих покупателей. Угу. В общем, напишите, что вы думаете вообще. Потому что здесь дешевле, чем в обычных магазинах. Это факт. Я риска привез по обсвету посмотреть саженцы, саженцы роз, гортензии, всего остального. Это Гринвель магазин. Здесь отдельно такой холодильник, уф, с розами. Мне нравится его тип таких, чтобы была кустовая роза. Я в них не особо понимаю в сортах. Я просто вижу то, что визуально мне нравится. И все. Так, здесь из-за внешней. Роза сюда. Не знаю, в общем... Вау. Смотрите, роза, зеленый чай. Цвет у нее такой. Зеленый чай. Интересный. Интересный. Отлично. Нет. Ну, немного не то. Сейчас я попробую поискать, потом вам покажу, что хочу. В общем, мне нравится вот такой вот стиль. Их пионовидные. Наверное, так они называются. Как называются? Кто в них лучше соображает? Смотрите. Так. Вот такие красивые. Хочу вот три кустика посадить. Желтые, кстати, есть. Смотрите, какие. О, смотрите, уже с почками. Видите? Вот, написано. Зима, стойкие розы. Надо, наверное, что-то отсюда повыбирать. Повыбирать, повыбирать. И потом приобрести. К нам приехала Ростелеконгст. К сожалению, это единственная компания интернета, которая здесь, в Березках, существует. Поэтому выбора ноль, к сожалению. Но в любом случае, вот нам сейчас будут устанавливать роутер. Да. Для того, чтобы потом уже, когда сделаем весь ремонт, не начинать снова это все штробить. Чтобы не было пыли и всего остального. На этой стене уже выставлены маячки. Уже начинаем. Сейчас такой тарарам тут. Ладно, Игорь, если что, звоните. Так. Вот роутер. Тенис просто. Пару я наше все закрыл. В целом вот. Но ты куда его будешь переносить? Расскажи. Он будет вот здесь. Внутри шкафа. Будет огромный здесь щиток. Все вот это оборудование там вся. Отсюда. Все сюда будет переноситься. Да, потому что здесь это мне не надо. Так. И в принципе, наверное, пойдут провода на розетке. Интернатная розетка. Но еще от него пойдет параллельно на третий этаж еще один роутер. Дополнительный для Wi-Fi. Чтобы Wi-Fi сильный был. Потому что, естественно, Wi-Fi до третьего этажа здесь не дотянет. Да. Это для телефона. Ну, как нам сказали, вот новолуговое, кто делает, сейчас не хватает. Так. Вот нам залили тут уже порожек. Кто-то наступил. Или ты? Да, я знаю. Сейчас мы будем по следам. Не ты, не твое. Кто-то наступил. Ладно, до свидания. До свидания. Какой себе-то? А, шкаф, который обрезал? О, наш рабочий быстро работает. Неплохо. Я сейчас закрою тогда. Что-то за мусор только странно. Смотрите, какое дерево. Интересно, на самом деле, уже так много раз проходили мимо него. И я не замечала оно вот такой вот шапочкой. Класс. Мне это напоминает, знаете, в три богатыря вот эти три дракона. Так, дерево такое напоминает тебе? Да. Пришли, в общем-то, проверить, сколько нам нужно все-таки взять кустов роз и гортензии. Вот сюда хочу посадить розы, кусты. Вот сюда хочу посадить гортензию, гортензию, ель и, наверное, гортензию, гортензию. Потому что здесь дальше у нас в любом случае встанет беседка, и нам вот только до этого места можно. Получается вот это, вот так и вот так. Скорее всего, как-то вот так. Букавка П. Да, Тём. Так что, наверное, завтра-завтра поедем с мамой выбирать и покупать цветы. Мы с детками приехали на центральный рынок, а точнее гастрокорт, да? Да. Давным-давно детям обещала сходить в сова-бар. Расскажи, что здесь продается? Бабл-ти. Бабл-ти. Бабл-ти нету вот этих шариков, они закончились. Ну, что-то закончились, да. Я думаю, это не меняет суть. Мы в другой раз сходим, и когда будут вот эти шарики, пузырики, мы ещё раз сходим и возьмём. Вообще, это просто какое-то гигантское место с огромным-огромным количеством ресторанов разных-разных. И оно туда-туда-туда вглубь ещё. Слушай, здесь штук 200, наверное, разных, да? Да, я ещё хотела сюда съездить, ещё когда мы не переехали. Давно, Варя, обещала, вот правда давно. Расскажите, что вы выбрали? Я бабл-ти. Бабл-ти какой? Давай я. Мята, киви. Мята, киви, а Варя? Ангельская пыль какая-то с блёстками. А ты себе что-то тоже купила? Нет, я в другом месте себе. Папа пошёл в солнечный день там, смотрите. А что за солнечный день? Солнечный день, я думаю, все знают. Напишите вообще, кушали вы? Там обычно едать, типа, пирешки, котлетки и всякая такая вот. Что, Тёма? Всё, ждём, да? Сейчас тебе приготовят и отдадут. Понятно? Здесь такое красивое оформление, сова-бар. Такие пёрышки красивые. Это у Вари. Называется ангельская пыль. Это у Тёмы. Называется киви-мята. Вот такой. Попробуйте тогда. Сели все вместе кушать. Остальное всё купили в солнечном дне. Детки, приятного аппетита. Выбираем розы на базаре. Смотрите, вместе паблис, ледиа и романтика. Они будут небольшими кустиками расти. Поэтому можно взять больше кустиков. Здесь отдел прям с елями. Вообще, вон, цветы, 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 цветы. Всё, цветы, цветы. Выбираем. Вот кто подумать мог, что вот этот человек станет бабушкой, которая любит садить рассады. Бабуля. Вот такие. Взяла цветы. И здесь взяла и бархатцы. В общем, затарилась цветами. Дальше мы заехали в Льюра-Мерлен, в садовый центр. Я хотела гортензию. Во-первых, вот эту. Это самарская лидия. Просто шикарная. Посмотрите, какая веточка красивая. То, что есть прям совсем голенькие. А вот Дениска мне нашёл прям... Дениска, держи вот эту. Влог во влог. Влог во влог. Ну нет, то и гортензию ещё чуть-чуть. Мы приехали в Леруа. Дети, скажите, маму надо остановить. Да, маму. Мы тут обсуждаем тебя, что тебя надо уже остановить. Ну нет, только гортензию ещё чуть-чуть. Мама. Это фигурка, где мама просит тебе цветы. Ещё-ещё. Я бы хотел возле... Возле двери поставить. И корзиночку для денег рядом можно. Да, чтобы он денежки носил. Да, вот такие фигурки. Вот это Варя, когда звая. Это Тёма. Да, надо сидок убить вот этого. Его же для дверцы поставить. Садоводы. Я еле ещё голубую хочу. Ну что ж, затарились мы знатно. В общем-то, я купила две гортензии разных расцветок. Пока две, потом подумаем. Я пока решила две, не знаю. Взяла шесть роз. Только не огромных, а вот кустики поменьше немножко. Взяла лучше больше будут. Больше штук, но поменьше, чтобы они не сильно такие раскидистые, огромные кусты были. Шесть очень красивых роз. И вот так по мелочи взяла разных-разных цветов. Разных расцветок. Это буду высаживать в горшки, туда, где мне Денис вот эту полочку сделал. Там будут горшки. Ещё, если мне не хватит, я пятуньку посажу, которую высаживала. В общем, будет классно. Завтра, завтра идём всё высаживать. Артёмка научил папу нашего на самокате, в общем, поворот и ехать. Ладно, Тёмочка, покажи теперь ты, как надо. Давай. Вот. Ну, почти. Дошли снова в парк поживать. Дети выбрали вот такие сэндвичи с курицей. А я посидеть. И липтон. Ну да. Я взяла кофе и себе вот такой сэндвич с тунг-тунг. Всем добрейшее утро. Заехали в экспресс. Взяли ещё вот одни перчатки. У меня были розовые. Взяли ещё одни. Лопату взяли из дома. Так же вчера я не показала. Взяли землю. Денис, правда, её перевернул наоборот. Сейчас. Оп. Вот такая для цветов. 50 литров. Грунт. И дальше перегной пакеты. И даже это ещё не всё продлевает время цветения. Какими-то микроэлементами нужно добавлять в землю для того, чтобы цветы лучше росли. Так что будем посадить. Наметили, где будут розы. 6 роз. 1, 2, 3, 4, 5. И следующая, шестая. Достали сами розы. Я разложила, в каком порядке они будут. Я брала 3 разных по 2. Получается вот такая Лидия, Романтика и Мисти Бабблс. И вот есть у меня уже роза прям, видите, практически уже скоро расцветёт. Красиво будет, да? Да, всем привет. Да, всем привет. Мы, кстати, Милки Вейку привезли. Милки Вейку вы съели уже, Падя, да? Я готовилась и всё взяла, чтобы не скучно было. Ничего себе. Целую школу взяла, считай. Не, я просто взяла порисовать. Вот. Это у Тёмы в основном всё направо мне. Ясно. А Тёма, а ты что делаешь? Телефончики сидишь? Уровень строишь. Уровень строишь? Ясно. У нас, кстати, сегодня небольшой такой дождик. Мы вообще обещали дождь. Сегодня, завтра, послезавтра. А ты можешь мне самокат достать? Я хочу покататься. Ну, пойдём, достану. Пойдём. Достает самокат. Чек. А ты сегодня брала, что ли? Нет. Я чё? Ну ладно, катайся, пойдём. Я шопер взяла. Зачем встречаются друг с другом люди? Зачем они-то паранойю любят? И как забыть то пасмурное утро, Когда захлопнув в дверь ты ушла? Знакомый клуб и все вокруг танцуют, Но не я вспоминаю, как красиво тогда меня потерял. После я не спешал, становилось так хорошо, Но цена душа. Ладно, я понял. Время пролетало в кайф, И музыка играла. It's my life. В белом платье танцуешь с ним, А я же знаю, что ты моя. Время пролетало в кайф, И музыка играла. It's my life. Я танцую теперь в друге, Но эти песни все для тебя. Итак, мы посадили розы. Получилось шесть лунок, Теперь их нужно полить. Я посадила один, два, три цвета, И потом снова один, два, три цвета. Мне кажется, получится здорово. Уже начали вот укладывать подоконник. Это стяжка для пола. Ну, только начали пока что. Также по маякам стены. Начали делать вот здесь, здесь все уголки. Для того, чтобы у стен углы были ровные. Вот потихоньку-потихоньку все начинается. Вот эта стена. Видите, тоже здесь уже ровный угол настраивается. Вот, дальше это все на первом этаже. Здесь залили тоже. Видите? И вот здесь вот это. Прям свеженькое-свеженькое. Только-только. Тоже все по маякам. Да, только начали. Еще вещь не доделано. У меня не айменько. Вот. Что-то у тебя ветровка грязная, наверное. Новый вкусный чипс Лейс Бешбармак. Попробуем. В фикс-прайсе еще купила вот такие горшочки с поддоном. Сюда сейчас высажу растения. Покажу, какие. То есть это однолетки будут у меня. Взяла разные. И расставлю их на полочку для цветов, которые мне делает Денис. Денис так и не покрыл вакуум, у него времени не было. Но в любом случае, сейчас пока высажу, пока что. И он сделает тоже. Вот эти цветы сейчас буду пересаживать. Земли еще купили, потому что не хватает. Один, второй, третий пакет. И будем высаживать. Музыка играла. It's my life. Я танцую теперь с другим. Но эти песни все для тебя. Время пролетало в край. И музыка играла. It's my life. В белом платье танцуешь с ним. А я же знаю, что ты моя. Так, все растения высадила. Смотрите. И высадила питунки. Взяла пока сюда три. Остальные буду здесь высаживать. То есть три заберу туда, к этим цветочкам. И остальные высажу уже здесь у нас на окошко, на подоконничек. Кстати, не знаю, какие цвета. Так что потом, потом с вами вместе узнаем. Смотрите, какие красивые. Разные-разные. Мне вот эти нравятся. Разноцветные. Вот это потом красиво разрастется тоже. Так что будем вместе с вами следить, следить и ухаживать. Вот скоро тоже распустится уже. Наш день снова начался с Леруа Мерлен. Идет снова огромная, гигантская закупка. Не хватило кое-каких мешков, но при этом кое-какие придется потом сдавать. Если оформить карту в Леруа Мерлен, то можно сдавать в течение года. Честно, я об этом совсем недавно буквально узнала. У меня не было раньше карты. Вот, зато теперь ремонт сделаем. И потом все-все сразу садим. Все, что будет не нужно. Удобно. Сколько их надо? 24. 24. Это для откосов на первый этаж пока. Пока на первое все, да? На второй, третий потом будем закупать? Понятно. То есть сейчас уже на первом этаже все заштукатурино. Да. Завтра Игорь приезжает. Сейчас все уже зашпаклевывает. И окном занимается. И потом на второй этаж уже. Круто. Хорошо. На парковке разрезаем гипсокартон на 4 части. Сейчас вот эти вот трехметровые палки тоже как-то нужно будет засунуть в машину. Не предназначена она у нас для очень длинных перевозок. А постоянно приходится что-то очень длинное перевозить. Замотали, видите как, скотчем углы, потому что очень острые палки. Очень. Вот. Чтобы не порезаться и машину не поцарапать внутри. Видите, докуда они идут? До бардачка прям. Нес обложил меня со всех сторон железными вот этими профилями. Правильно они называются, да? Гипсокартоном. Вы видите, как я его везу. Потому что Денис пришлось снять вот... Как он называется? Подголовник. Ох, машину все уляпали, конечно. Я ее платила и не могу. Но ее бесполезно мыть. Мы постоянно что-то возим. Потом на второй этаж ехать покупать. Да, Денис говорит, это пока только на первый. Ну, блин, что? Опять вот это вот. Мы решили, короче, нешить. Вот это все. Подожди, я тебя сейчас поверну сюда. Стой. Ну, тебя не слышно. Говори. Мы решили окна не штукатурить. Потому что штукатурки будет очень много мешков. Да. Очень. У нас и так, кстати, экономится сильно. В итоге нам рассчитали неправильно. Мы много поедем сдавать обратно. Да, это я, кстати, говорил. Игорь предложил себе окна обшить гипсокартоном. Ну, что по ним стучать, что ли? Если их обшить хорошо, как следует, и зашпаклевать, выйдет намного дешевле, чем я их сейчас штукатурить буду. Ты имеешь в виду боковые и верхнюю часть? Боковые и верхнюю. Естественно, на полу, на порогах, на подоконниках у нас стяжка, наливная стяжка, да. Это все как бы по-человечески, потому что там и теплый пол, понятно, чтобы тепло отходило. Боковины тоже будут штукатуриться. Проходной, потому что там же тоже утепление идет. Но в основном везде гипсокартоном. Это дешевле намного. Мешков экономится прям тьма. Ну, представьте вот такой слой по кругу сделать толщиной штукатурки. Но это бред. Проще реально гипсокартоном обложить. Аккуратненько. И потом эту армированную сетку, да, по-моему, какую-то... Чего я говорю, как этот скотч-то называется? Нет, как-то другого. Ну, короче, неважно. Скотчем специальным швы закрываются, если где-то обрезками гипсокартона. Ну, и все, и шпаклюются. У нас есть, кстати, этот скотч, мы его покупали. Я, правда, не помню, как он называется. Он тоже в виде сетки такой, только скотч. Не помню. Блин, просто вся... Все. Замазюкнулась. Мы не так, конечно, прям все делаем быстро, но зато качественно, медленно. Ну, у нас просто один. Один рабочий, поэтому он долго. Ну, мы не торопимся. Ценник хороший, поэтому нам лучше пусть подольше, по качеству, чем переплачивать из-за долга. Мы не торопимся. Да. А вообще, вон там косят траву газонокосилкой. Те дома, которые не выкуплены. Я думаю, можешь ему предложить денежку, чтобы он наш газон почикал или нет. Не знаю. Денис говорит, ага, сейчас твои розы вон почикает. Тоже. Розы и гортензия. Не знаю. Может, не надо. Солнышко какое вылезло. Всю ночь лил дождь. Проливной ливень был. А сейчас жара. Что за погода? Игла попала. Ну, у нас, да, отключают воду. Денис правильно сказал, у нас ледяной водой моем посуду, руки и так далее. Горло уже болит до ужаса. Очень холодная ледяная вода. Мама на Вайлбере заказала разные блюки с тарелочкой. Вот такой формы получается, 6 штук. И красивый. Денис. Таких тоже 6. Вот этих 2 набора. Эти сдадим очень маленькие. Мама хотела в них салатик. Но маленькие. Также заехали на Фаберлик. Я забрала футболочку такую. Ну, пока не определилась, буду я дома носить или на улицу. Такой красивый лавандовый цвет. Он, на самом деле, чуть-чуть насыщеннее, чем передает камера. Но в целом обожаю футболки именно Фаберлик, потому что они качественные. Их надолго хватает. Много можно растирать. Цвет не выцветает. В общем, классно. И Темка заказал себе йо-йо. У него было, но где-то в коробках. Да, хочется играть. В общем, заказал себе новенькую. Также хорошую. С подшипником. Там все дела вот это вот. Ну, и два набора вот этих вот тарелок мы забрали. Очень красивые. Они одинаковые. Вот. Единственное, что нужно, салатики, салат-тоники чуть-чуть побольше размера взять. Надела футболку, но цвет мне нравится. Единственное, что я больше привыкла к таким более объемным. А это размер М. И видите, как она на мне смотрится? Теперь думаю, сдать назад или оставить. Что скажете? Совсем какая-то коротенькая, мне кажется. Вы знаете, в этом вообще учебном году Артем у нас ходил в школу только в сентябре. Знаете, понимаю, что вот зря покупали все школьную форму. Безусловно, он практически из всего уже вырос. А завтра ему получать похвальный лист или что там, отличненький получают. Померили. Коротенький, правда, костюмчик уже. Но, безусловно, на один раз что-то другое покупать не будем. Вот наденет то, что есть. И белую рубашку где-то у него тоже. Надо найти. Вот его белую рубашку погладить. Тоже коротенькая. Но на один раз уж сходит. Ничего страшного, я думаю, не будет. Радует то, что мы не стали очень много набирать школьной формы Темки на этот учебный год. Ну, просто потому что была еще более-менее свободная с первого класса ему. Поэтому просто добрали чуть-чуть. Но в любом случае он ни в чем этом не ходил. Вот, и так же туфли пролежали весь учебный год. Я просто не знаю, сейчас нужно их достать. Я вообще не знаю, нога выросла у него или нет из них. Вот, а завтра, по идее, нужна сменка. Что делать? Покупать на один раз вообще глупо. Потому что это буквально 30 минут и все. Что-то я вот завтра уже получать. И я только сейчас вспомнила, что ему школьная форма нужна. Весь день сегодня. То льет, то солнце, то снова льет. Вот сейчас. Новосибирск снова заливает. И самое интересное, что сегодня был Иград. В кое-каких районах. Да. Денис какую-то игру из нашего детства скачал. Что-то, если честно, я не могу вспомнить. Денис. Ну, мы с тобой играли. Мы играли? Серьезно? Я тебе ее качал, но ты ее не знала. Я тебе ее скачал, мы с тобой вместе проходили. Я не помню. А что, просто находить предметы и все? Или еще что-то надо? Что-то я не помню уже. Ну, много что. Что-то я не помню. Но я бы не сказал, что она прям легкая. Я попросила Дениса скачать другую игру. Кузю. Кто помнит игру Кузю? Потом поиграем. Новая фиалочка расцвела. Белая. Смотрите, какая красивая. И вот такая. Вот этот цвет я вам тоже не показывала. Здесь тоже вот такой. Это немножко другой. А вот этот показывала. Вот видите, какие разные все. Белая такая нежная-нежная. Убираем. Ну, бл bull. Убираем. Смотрите.